Одна из главных тем мировых СМИ в последние недели – эпидемия коронавируса в Китае. По последним данным, число заболевших превысило 80 тысяч. Более 2,5 тысяч скончалось. У трех граждан России также подтвержден коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Под угрозой отмены из-за коронавируса оказались и летние Олимпийские игры. Член Международного Олимпийского комитета выразил большое беспокойство ситуации вокруг нового вируса и сказал, что это может создать угрозу здоровью участникам и фанатам Олимпиады. Россия также вводит ряд новых ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в мире. Они касаются авиасообщений, выдачи виз, а также продления студенческих каникул студентам из Китайской Народной Республики. Об этом на брифинге объявила глава оперативного штаба по контролю за вирусом вице-премьер Татьяна Голикова. В Казанском федеральном университете обучается огромное количество студентов из Китая. Большая часть из них не покидала границы России. В Казанском федеральном университете обучаются 1235 граждан Китайской Народной Республики. Большинство студентов не уехало на каникулы, остались здесь. Это порядка тысячи человек. Около 270 человек выехало в Китай. К началу семестра студенты начали возвращаться. 28 человек граждан Китайской Народной Республики приехало. Все эти студенты прошли наблюдение в режиме обсервации в детских здоровительных лагерях, в пламя заречья. Наблюдение было организовано в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора. На заседании также дополнительно обсудили вопросы организации сетевого обучения студентов. Все институты и подразделения Казанского федерального университета ведут организационные работы по подготовке онлайн-курсов для студентов из Китайской Народной Республики. Согласно приказу Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, каникулы для граждан Китайской Народной Республики были продлены до 2 марта. 26 февраля вице-премьер Российской Федерации Татьяна Голикова заявила о продлении ограничительных мер по въезду граждан Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию. В этой связи университет будет осуществлять обучение этой категории граждан в дистанционном формате. Студенты из Китайской Народной Республики будут обучаться с использованием онлайн-курсов. Их обеспечат учебные литературы в электронном формате, а также преподаватели КФУ будут готовы проводить консультации со студентами в онлайн-режиме.